Подвал полон нечистотами, а в квартирах отвратительный запах, жалуются люди. И так здесь уже больше полугода. Жильцы рассказывают, от постоянной влажности в квартирах появился грибок. Но если откроешь окна, дышать будет еще труднее, говорят жильцы. Причина забиваются колодцы. Здесь вот это лежаки, наверное, все гнилые уже надо менять. Приедут, откроют, посмотрят и уезжают. Водоканал наши жалобы не принимает. Говорят, что от населения мы не принимаем заявки. Должна звонить управляющая компания. А управляющая компания, говорят, мы звоним, они не приезжают. Пишите, езжайте туда и пишите заявление и обращайтесь еще в прокуратуру. Особенно непросто жителям первого этажа. Говорят, если коммунальщики и приезжают, то работу до конца не доводят. Нас затапливает постоянно. Из унитаза все течет. Вот сейчас убрали, с унитаза не течет, так течет все в подвал. С водоканала подъезжали на этой огромной машине специализированной-то. Подъехали, наш колодец открыли, посмотрели, почистили. Значит, шестой, этот вон, к шестому подъезду подъехали. То есть, подошли ребята, открыли колодец. Видимо, там тоже заполнено. К седьмому, значит, седьмой открыли. Отсюда как? Дунули в седьмом подъезде. Видите, приподнялось все, не знаю как. Но мы думаем, о, сейчас, наверное, седьмой подъезд пойдут чистить колодец-то. Ничего подобного. Это огромная машина специализированная, развернулась и в ту сторону поехала. Люди устали жить в таких условиях и уже не знают, куда обращаться за помощью. Они надеются, что их услышат и помогут решить проблему. Екатер Алексеев, Олег Галочкин, СТВ.